ну начинаем с метода диагностики вот например мы уже будем считать что проделали массаж человеку да просто за счет покачивания уже будет понятно куда да вот есть такой метод кстати я рекомендую в качестве самопомощи в домашних условиях мужем этого лежит на может просто может покатить рассмотреть человек стал просто медленно покачивая именно расслабленное тело то есть без специальных напряжений начинает шевелить ничего не начались как раз наоборот не нужно уже здесь происходит расслабление это тоже вибрации волны больше вот но у здорового человека позвоночник и вообще все все сочинения до его организма не как у змеи должен быть подвижны с помощью гибкость должна быть да и таким способом можно проверить ну если это гипостиня туда значит где-то блок мы начинаем с того центра куда растет наш организм отсюда растут собственно говоря из крестца и ноги и верхняя часть корпуса до вас никто почему нужно не смог начинать лучше всего вот именно отсюда так будет остеопатии правильно ведь у некоторых бывает перекошенный крестец тоже можно просто проверить накладываем руки нам то есть вот ямочки и подвздошная костью смотрим вообще симметричным линию данном случае немножко он наклонен вот сторону но возможно он поел у меня полный живот да тогда мы можем его подправить классическому удобнее верили да во первых по длине ног сразу проверяем это смотрится по 5 и самое правильное естественно внутренним косточкам в данном случае видно да что ровно даже вместе сделали не совсем вот это вот косточка правая ноги на случай да она буквально на 3 миллиметра чуть чуть ниже видите да да они могут анатомически чуть-чуть разными гости да так что в принципе это не показать но проверяем дальше вот теперь вот эту любовь начинается копчик да уже проверяете синтетично и синтетично потому что бывает вот так разве надо соответственно это влияет на длину ног или бывает вот тазовую кость и вот так вот значит он стал ровнее может быть опять живут немножко мешает до и подняли положили вот так вот чтобы убедиться да ну и соответственно смотрим откуда начинается за нашу стол по центру или нет ничего по центру соответственно человеку но все нормально если что-то там визуально нам показалось да это значит показалось в принципе мы не рентген мы не можем дать стопроцентный диагноз но методы умозрительные вот такие методы пальпации они тоже дают достаточно диагноз для нашего понимания насколько где ему нужно применить какое-то воздействие то есть в принципе нам говорят что некоторые или слуги ходят что надо обязательно к мануальному терапевту идти с мрт до лес рентгенограммы лучше до этого как бы демонстрируйте свой профессионализм но при определенном опыте вам и это ничего больше не скажет чем скажут ваши руки попробуй проверить тут рукой степи с нахранения вот так что он лежал выше когда поднимал его поэтому кстати на самом деле вот этот способ проверки диагностики лучше всего делать сидя вот и но особенно когда повернут таз мы будем проверять сейчас похоже у некоторых бывает просто сдвиг тазовых костей приобретенный то есть поздоровали травмой просто сидеть все время криво на ноге ну вот так одну на другую кладет я иногда просто даже угадываю знаете такое с человеком играю в предсказателя я говорю а вы наверное левую ногу все время на правую кладете когда сидите он такой думаю думаю не знаю а да точно а вы откуда знаете мышцы больше там на год но это тоже не не стопроцентно доказательство того что он именно правша да это может быть именно сколиоз ну кто хочет попробовать нужно сидя ну давай михаил попробуем сюда сидеть лучше наверняка сидя не сначала тут подождите давайте так вот без изъемки езды теперь прощупать и делаем позвонок начинается начинается или 5 если ты меня фасан массаж делал что ты там проникаешь вообще должен очень глубоко да вот вот проще когда вы увидели до сурова значит более-менее в этой системе нормально руки не дотягиваются через двинцы как вы зафиксировали сдвиньте и прощупать люди косточки вот тут косточки подвздошные если не запомнили где в эти места находится можете на всем это поставить следы или вот не знаю прям может сломаться но увидите состояние одинаково да потом проверяйте вот это вот состояние здесь вот но некоторые очень толстые люди не прощупать а у некоторых вообще прямо об на руку обнаженную крестец там все косточки дальше сочинения даже видно вот тоже смотрится центр сложно сложно но можно да просто просто процент вероятности вашего предсказания будет меньше конечно конечно не прощупать в этом случае очень тяжело но у вас варить визуально да ровно же получилось да ну и соответственно тут сидя то же самое просто когда ну давай сядем садись сюда просто человек ровно сидит да это более явно было заметно вот они у кого нету короче людей на гейсу наглядно вот просто просто явно видно прощупать попробуйте прощупать сразу выделяется да видно да а теперь развенись пожалуйста чтобы вот очень явно заметно будет если у человека перекошен таз и соответственно вот такой позе у него многие начинают одна вытягивается больше другой потому что когда он ложится могут вы проверяете смотрите ровно да у нас идеально практически вот но когда он ложится у него может быть чуть-чуть я смещение ноги до соответственно вот он ходит в таком положении и не понимаю то есть его организма до настраивать его кривоту какую-то гривизну до до того состояния которое кажется организм комфортным на самом деле он не исправлять изменения которые мы должны мы должны изменить да может наступать эту ногу больше или все время там не знаю сумка со нас не тянет какая-то привычка такая будет потому что это некоторый обман когда мы стоим ровненько да по стойке смирно когда нам кажется да что нам стоит смирно и мы стоим на остановке нам кажется что мы ровно стоим на самом деле организм он постоянно ищет где там как и что поставили какие-то движения какие-то покачивание просто не настолько микроскопически что мы внешне их можем не замечать соответственно если вот так вот чуть-чуть изменения а может быть у некоторых людей будет больше вообще но если он сядет также останутся значит это врожденное пусть это значит скорее всего кости по странам тут мы ничего не поговорим но если они когда он садится они меняются в куцами ступи вот проверяем пятки дальше блин и вот эти кусочки у санкции уже вот только чтобы значит это функционально какие-то изменения есть в области ну видимо там какие-то ну или там закусовать перелом как раз растут на кушать да то есть тут мы не сможем повлиять если она соединилась то сможем далее вот стоя как можно проверить человека лежит продолжим давай держать возвращайся обратно сюда переходим к следующему участку спины ну или как ко всей сразу спине до продолжаем крестца раскачивать и смотрим куда идет вибрация вот смотрите как у него я вот здесь не признаю как играется очень хорошо коленки когда следующий до пятки шинец все хорошо тут блоков нет вообще зато вот спина она где-то вот примерно ну пока пока мне кажется где-то вот здесь вот начинаем уже более деревянно да то есть он уже не ходит вот так волной да он должен быть весь ну то есть противопис если потереть я резал движение туда а ну ты будешь становиться вот когда мы проверяем второй рукой задаем специально противоположное движение да вот точно год я просто уже нащупал замок функциональные блоки мышечные вот здесь вот здесь вот здесь все почему-то правой стороны вся эта область значит второй рукой мы диагностируем докуда волна идет гонечко проверяем пока еще идет еще идет вот это же сложнее тут уже дальше идет прощупываем видим что этот позвонок у нас делал если у нас не хватает много будет чувствительности да можно передвинуть эту руку подальше заслону видим что там же все остается здесь хуже да а это рука у нас вот досюда примерно у него нету блок выше пошли но попробуйте проверьте кто хочет одну рукой задаешь волну на город куда еще словишь не заканчивается да даже визуально там просто в одном отделе где-то кому когда вперед собираешься спину сгибаешь в себя как ежик и руки вперед как бы есть никому ну да это мы соответственно переходим следующим метод диагностики это просто просто смотрим так всегда расслабляет все все видны что надо добывать видно на опять же конституцию людей разного но соответственно до следующий способ поэтому проверяем на симметрию всех позвонков с двух сторон разные пальцами можно одной рукой еще кому как удобнее кто-то делать даже вот так проверяет настолько опыта что смотреть не надо но чувствует это все ну и косточки мышцы ладони до сергей попробуешь вот дальше чтобы проверить у 300 столбом в стол особых эксцессов у него нет ну чуть-чуть там просто где-то перенапряжены на позвонке даже можно несколько прорисовать просто прощипать чтобы катя могла со мной справиться тоже и как-нибудь поскольку нет и вообще катя голым могу оторвать а можно и сложный повернуть чтобы она могла до меня но не очень видно нам вот чуть сюда незначительно нибудь очень слава пока это за задавал кожу они могли тоже немножко там все что угодно может быть вообще триггана . находится здесь вот это трапециевидно мышца ведет вдоль нее добавь шишка здесь вот здесь и вот здесь иногда это жировик массаж там просто жировика бессмысленно массажем просто разгоняется но потом начинает база подговорить нет разгоняешь разбиваешь это все и надо так чтобы она поводилась вот туда пациентов периферии потом все идет масса там кровь так далее но особенно если стоя может попросить человек соединить руки за спиной и посмотреть на форму этот треугольник симметричном или нет вот особенно стоит хорошо без сколиоза соответственно лопатка она выбирает больше за да выше да по лопатку смотрим до может быть последствия как раз позвонка то что 1 лопатка да возможно а может быть это так и вот смотрите иногда большая такая что она как бы чуть-чуть проминается лордов да очень усиленный вниз и мы не сможем прощать когда просим его положить руки под грудь да все равно не хочу тогда попросим человека встать на локти вот сюда подключаем земля на столу опускаем голову болтается так она больше растяжима да ну во первых в этой позе как раз можно сделать уже расслабляющий массаж смотрим что в принципе тоже все идеально вот стыковка седьмого шейного и первого грудного позвонка да чаще всего это очень часто случаи когда они либо оба как-то смещены либо один другого да но здесь прям провода но попался какой отлично все все отлично попробуй прощупай в это позе видишь уже все расслаблено гораздо древше то же самое когда он сидит да то же самок можем усилий проделать продемонстрировать